Всем привет! В эфире Минская Java Community. Сегодня продолжаем серию роликов про производительность. В предыдущем ролике мы разговаривали про производительность разных коллекций. Сегодня поговорим непосредственно про итерирование коллекций, их виды и их скорость выполнения. Какие мы знаем виды итерирования коллекции? Все мы знаем, что все коллекции у нас наследуются от collection, а collection в свою очередь наследует от интерфейса iterable, у которого есть один метод, который возвращает итератор, который позволяет нам проходить по нашей коллекции по всем ее элементам. Следующий вариант, который нам позволяет ходить по коллекции, это цикл for. Его все знают, то есть мы можем пройти по коллекции и что-нибудь сделать с элементами. Также у нас появился усовершенствованный цикл for после Java GDK 5. После GDK 8 у нас появился forEach, который позволяет нам не только просто проходить по коллекции, но еще использовать лямбды и ссылки на методы. Ну и конечно же есть у нас стримы, которые позволяют нам также проходить по коллекции. Прежде чем мы пытаемся все это измерить, давайте посмотрим, как это выглядит в коде, каждый из этих видов итераторов и потом уже перейдем непосредственно к измерению. Прежде чем начнем измерять, давайте посмотрим и вспомним на сигнатуру всех итераторов. Значит у нас есть базовый for, который имеет вид такой. Потом есть у нас forEach. Можно сделать базовый for с итератором. Также у нас есть итератор обычный. Ну и стримы. Как мы будем измерять? Измерять мы будем с помощью библиотеки GMAH. Эта библиотека позволяет сделать независимые измерения и не учитывает, то есть она пытается измерить производительность нашего метода без его предварительной компиляции. Так как все мы знаем, когда мы запускаем наше приложение, оно компилируется и многие вещи могут быть урезаться. Данная библиотека позволяет этого избежать и сделать максимально независимые измерения производительности. Что нас его представляет? Здесь есть несколько аннотаций, которые позволяют нам настроить наше измерение. То есть что у нас есть? У нас есть benchmark mode, который задает тип измерений. То есть у нас это будет среднее время. У нас есть единица измерения, это будут наносекунды. Также мы указываем количество измерений, прогревочное количество измерений и количество forков. То есть исходя из наших предварительных данных, что у нас будет? Для каждого метода будет произведено по 200 замеров на каждую вилку. То есть в сумме каждый метод будет запущен 400 раз и на каждый метод будет 5 прогревочных итераций. Мы попытаемся наполнить нашу коллекцию обычными стрингами и будем проходить по нашей коллекции. И если элемент, точнее длина нашего элемента будет равна 3, то мы будем его просто подсчитывать. То есть ничего сложного, но главный момент это просто посмотреть, какой из вариантов итераторов отработает быстрее. Как выглядят наши методы? Еще раз посмотрим. У нас будет наполнение нашего листа в методе setup и дальше будут протестированы следующие методы. То есть будет итератор с while, дальше будет обычный for loop, for each, for each с лямбдой, стрим в single thread и multithread. Что у нас получается? Что при всем удивлении быстрее всего отрабатывают самые примитивные, то есть самые низкие уровни итераторы. То есть это итератор for loop, for each. Почему так происходит? Когда мы смотрим, что скорость, точнее производительность for each с лямбдой чуть выше, это обусловлено тем, что при прохождении по for each, еще затрачивается небольшое время на инициализацию всех наших лямбд. Поэтому мы немножко теряем производительности. Касательно стримов, они работают еще больше, точнее дольше. Ну и мультипоток, как ни удивительно, но работает медленнее всего. Почему это происходит? Происходит за счет того, что стримы используют for join pool, который общий для всего нашего компьютера. Поэтому, как бы нам не хотелось, мы на него повлиять не можем. И часто мы тратим очень много времени на переключение контекстов между потоками. Какие можно сделать выводы? For each и стрим более удобно работать с коллекциями. Он позволяет наш код писать быстрее. Мы можем использовать это, когда наше приложение стабильное. Но если производительность имеет большое значение, то нам стоит обратить внимание на низкое уровне. Это итератор и for loop. Ну и, как я уже говорил, очень внимательно относитесь к параллельным стримам. Так как все те преимущества, которые они дают нам, порой это может являться нашими недостатками. На этом все. Всем большое спасибо. Подписывайтесь. Слушайте нас. Ну и ставьте лайки. Ну а если есть вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы с радостью на них ответим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok